У кого-то этот бой вызовет отвращение, у кого-то восхищение, кто-то возмутится, что это не спорт, а кто-то скажет «крутые пацаны», но никто не останется равнодушным. Привет, зубодробящие локти богомола! В этом видео мы посмотрим на очень необычный бой по очень интересным правилам, схожим на реальные бои без правил, между командой из Питера – Россия и командой из Нью-Йорка – США. Я уверен, что у вас возникнет огромное количество вопросов по этому бою, но я постараюсь их все затронуть и ответить в своих комментариях. Также я хочу показать вам все бои с этого турнира, хоть их и не так много, но это будет зависеть от ваших подписок, лайков и комментов, поэтому не стесняйтесь и кликайте. Итак, прежде всего поговорим про сам турнир, который называется Team Fighting Championship, что переводится как «командный чемпионат по боям». Это очень необычный турнир, не только тем, что в нем встречаются сборные команды разных городов из разных стран, но и своими правилами. Я думаю, мало кто из вас видел такие замесы. Начнем с команд. Каждая команда представляет не именно сборную страны, а сборную конкретного города. Сегодня у нас будут сражаться команды из Санкт-Петербурга – Барбарианы, что в переводе значит «варвары», против команды из Нью-Йорка – Пикс Адмишин, что значит «топовое выступление». А теперь, пока вы будете наблюдать за мясорубкой, перейдем к самому интересному и спорному правилам. У многих из вас они вызовут возмущение, а некоторые скажут, что так закаляется характер настоящей уличной драки. Но свое мнение вы можете оставить в комментах, а я скажу свое. Бой проходит по правилам боев без правил. Я хотел бы это подчеркнуть. Здесь правило не ММА и UFC, а разрешено немного больше. То, что было разрешено в первых прайдах. Конкретные отличия вот в чем. Разрешены удары ногами по лежачему противнику. Разрешены удары по затылку. И самое страшное – добивание как попало. Сам бой проходит в формате 5 на 5. То есть, каждая команда выставляет на бой 5 бойцов, которые дерутся одновременно. Это сразу меняет привычный бой UFC на более жестокий, травмоопасный и суровый. В чем особенность такого формата и в чем его жестокость? Все очень просто и одновременно страшно. Дело в том, что бойцы завязываются в драку один на один. То есть, все 5 человек разбиваются по парам и начинают рубиться между собой. Бывает, конечно, что некоторые бойцы не переходят в партер, а работают в стойке, периодически подбегая к разным парам и нанося удары противнику. Но в основном все вяжутся в партере. В общем, то, что мы и наблюдаем в нашем бою. Казалось бы, ничего особенного. Но рано или поздно кто-то в какой-то паре выигрывает. Или добиванием, или болевым. И тут наступает самое интересное. Одна команда получает преимущество в одного бойца, который, соответственно, сразу бежит на помощь своим товарищам. И помогает добивать соперников. Таким образом, даже если изначально бойцы были в партере и противник был в маунте сверху, второй соперник подбегает и начинает отбивать ничего не подозревающему бойцу голову. А затем, когда тот или падает, или начинает защищаться, уже второй, который лежал снизу, начинает его огревать лещами. И так постепенно может получиться, что в конце пять бойцов будут лупить одного. Конечно, варианты могут быть разные. Могут два бойца из разных команд проиграть одновременно, оставив баланс 4 на 4. Или еще какие-то варианты. Но, по сути, весь бой длится ровно до того момента, пока не проиграет первый боец какой-либо из команд. А вторая не получит преимущества в одного бойца, который уже делает ветер 2 на 1, затем 3 на 1 и так далее. А теперь тема морали. Конечно, это не спорт. Это больше похоже на уличную разборку. Здесь вероятность травм очень и очень высока, так как удары приходятся очень неожиданные по затылку или ногами в голову, когда ты борешься в партере с одним, а второй подбегает и начинает стучать тебе по голове ногами. Я думаю, по этой причине мы не увидим на таких турнирах профессионалов с громкими именами. Это ненужный риск. Но, тем не менее, мы также можем увидеть хороших бойцов. Потому что других брать в свою команду опасно для своего же здоровья. Если у тебя в команде будет левый доходяга, который на первых секундах сольется, то все остальные хорошо потом отгребут. У меня есть предположение, откуда взялся этот турнир и почему в нем именно такие правила. Но об этом я вам расскажу в следующем видео. А что вы думаете про такие зарубы? Пишите в комментах. Пишите в комментах. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями. Пускай посмотрят, что такое уличный мордобой в спортивной форме. А если ты хочешь научиться драться или усилить свои тренировки, забирай бесплатные видеоуроки в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Сегодня мы не увидим мастеров кунг-фу и их друзей и слава богу, а то пришлось бы вызывать катафалки. Но зато мы увидим реальных пацанов, а вернее сказать бойцов, а еще точнее реальных мастеров. А вот это уже известное на весь мир прикосновение священной ладони дикой ящерицы, от которой боец Муай Тай отлетает на несколько метров. Правда, мы умолчим тот факт, что его два прямых пробивались в стороны. Нам с вами невероятно повезло, что этот бой, который стал в свое время сенсацией, а проходил он в начале 40-х годов прошлого столетия, сняли на пленку и мы можем сами его посмотреть и сделать свои выводы. А вот это довольно интересное видео, в котором мастер кунг-фу в желтых шортах, кстати, не дедушка, а молодой атлетичный парень, который, видать, решил постигнуть кунг-фу после пару годков качалки, пришел в зал знаменитых Грейси. Конечно, дедушку жалко, и большой чести в том, чтобы нокаутировать 60-летнего пенсионера нет. Но и вы должны понимать, что Кикару тоже 49, и он не молодой профик. А седоволосый орел в тени дракона сам предложил поломать всех на своем пути. Бой был феноменальный. Уличника хватило на пару ударов, после чего он сдох и начал выгребать по полной, пока не упал. Нужно отдать должное тренеру. Он не стал убивать наглеца в голову, а бил по корпусу, чтобы просто наказать, а не вырубить. Я догадываюсь, на каких алкашах набил себе рекорд этот уличник. В свою очередь Таец нащупал слабое место Руфуса – ноги. Кикер не понимал, как защищаться от лоу-кика, и Чанг постепенно пристреливался левым лоу-киком, планомерно отбивая правую ногу Рика. Пропустив парочку хороших лоу-киков, Руфус начинает больше бегать по рингу. Удар пяткой в печень. Контролем среднего уровня предплечья. Как бабочка наказывает капусту на огороде нерадивой бабули. Ну, наверное, перевод был бы где-то таким. Вызов принял Джин Хон, начинающий боец ММА с рекордом в 4 победы, который подумал, что это неплохой шанс заявить о себе на весь Китай. Ведь победа над мастером кунг-фу... Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.